Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу поблагодарить уважаемого Виктора Алексеевича, уважаемый президиум и организаторов форума за предоставленную возможность поделиться нашим тюменским опытом. Вот показатели количества родов в Тюменской области, как по югу Тюменской области, так и по перинатальному центру, в котором мы работаем, в городе Тюмени. Мы видим, что неуклонно растет количество родов. То же самое наблюдается и рост преждевременных родов, так же как по югу Тюменской области и по перинатальному центру в абсолютных величинах. Относительно такие ровные показатели в процентном соотношении преждевременных родов наблюдаются с тем, что они несколько нивелируются увеличением количества родов при доношенных сроках беременности. Мы знаем, что при преждевременных родах имеется прямая корреляция с нашими основными показателями акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. И мы знаем, что показатели мертворождаемости 8-13 раз встречаются чаще. Показатели перинатальной смертности в 33 раза превышают, чем при доношенной беременности. И мы знаем, что ежегодно в мире рождается 1 миллион преждевременно рожденных детей. Поэтому эти вопросы преждевременных родов очень актуальны. Мы видим, что при нашем анализе в 2012 году показатели перинатальной смертности как по югу Тюменской области, так и значительно по перинатальному центру. Перинатальная смертность выросла почти в 2 раза, а ранее нейтальная смертность более чем в 2 раза с 2012 года. Это связано с тем, что Россия перешла на новые критерии живорождения в 2012 году. Но приятно то, что в 2013 году эти показатели не растут, даже имеют тенденцию к снижению. Потому что наши акушеры-гинекологи, наши неонатологи были готовы к приему детей с экстремально низкой массой тела. Это связано с тем, что наша детская реанимация хорошо оснащена. И связано с тем, что строго соблюдаются принципы регионализации и маршрутизации в Тюменской области. С целью снижения вот этих вот основных наших показателей работы. Вот мы видим, что в 2013 году в перинатальном центре каждый десятый ребенок рождается недоношенным. И проблема уже не скромно повторяется, но на самом деле проблема преждевременных родов, она была, есть и остается и будет весьма актуальной на самом деле. И несмотря на то, что медицина не стоит на одном месте, что у нас у практического врача имеется уже огромный арсенал средств, которыми мы можем лечить, профилактировать преждевременные роды, но пока не можем повлиять на чистоту преждевременных родов, как и во всем мире. И задача практического врача применять грамотно вот этот арсенал средств, учитывать факторы риска, научились измерять длинну шейки матки, научились ее коррегировать, применяем токолитики, дистогены, да? Адекватно подходим при преждевременном разрыве плодных оболочек и стараемся пролонгировать эту беременность до максимально хороших сроков. И задача практического врача и профилактировать преждевременные роды, и если не удается их предотвратить, хотя бы пролонгировать беременность до сроков более благоприятных для жизнеспособности, для здоровья недоношенных новорожденных детей. И так, и вроде как медицина не стоит на месте, и средства имеются, однако, я еще раз повторю, что преждевременные роды не снижаются, видимо, это связано с тем, что факторы риска преждевременных родов, и пациентки, имеющие эти факторы риска преждевременных родов, они увеличиваются. И это и юные первородящие, это и курение, уже говорили, и стресс, и особенно акушерско-гинекологические, да, отягощенный анамнез, преждевременные роды выкидыши в анамнезе, семейный анамнез, наличие рубца на матке после предшествующих кислоросечения, все эти факторы риска набирают темпы. Одним из клинических проявлений преждевременных родов является укорочение шейки матки. И то, что мы сегодня вправе применять, это два метода лечения, это хирургическая коррекция шейки матки путем наложения различных методов хирургической коррекции, либо применение вот разгрузочного акушерского писаря. И мы провели в перинатальном центре анализ, небольшое по количеству анализ случаев родоразрешения пациентов с эсмикоцервикальной недостаточностью. Пациентки, которые наблюдали в консультативном отделении перинатального центра были родоразрешены в акушерском стационаре перинатального центра. Первая группа – это женщины, которым был применен шов на шейке матки 52 человека. Вторая группа – это женщины, которые вынашивали беременность с акушерским писарем, это 30 человек. И третья группа – это шов на шейке матки и акушерский писарий, который был применен для профилактики несостоятельности шваной матки. Это 21 человек. По возрасту понятно, здесь распределение – это большая доля пациентов в возрасте 30-34 и 35-39 лет. Это репродуктивный возраст, но репродуктивный возраст в основном, понятно, более 30 лет. Основная доля женщин. Так как неотягощенный акушерский анамнез был во всех трех группах в небольшом количестве случаев, в основном, анамнез у женщин был отягощен. И вот мы видим на диаграммах представлены структуры отягощенного акушерского анамнеза. Привычное невынашивание было в анамнезе у каждой четвертой женщины в первой группе, каждой пятой женщины во второй группе, и больше половины женщин с красным цветом в третьей группе, где применялся и шофе-писарий. Огромная доля также бесплодия в анамнезе – это каждая пятая женщина в первой группе, каждая третья во второй группе. И также предшествующие кесарево сечение в анамнезе. По социальному статусу в основном работающие социально адаптированные женщины, которые стояли, все стояли, в 100% случаев, на диспансерном учете в нашем перинатальном центре. И практически у всех это 90% была ранняя явка до 12 недель, что нам позволяло какие-то меры принимать, диагностировать и находить какие-то возможные способы лечения. Многоплодная беременность встречалась у 10 до 17% случаев, и из них большая доля наступала после применения вспомогательных репродуктивных технологий. То же, что вполне объяснимо в наше время. Удельный вес преждевременных родов. То есть беременности в этих всех трех группах закончились преждевременными родами. В первой и второй группе в одинаковом количестве случаев – 17%. В третьей группе каждая третья женщина. То есть это группа, где, я уже повторяюсь, наиболее тяжелые пациенты, с отягощенным акушерским анамнезом, привычным невынашиванием и так далее. Сроки гистации, при которых произошло родоразрешение. Вот мы видим, что очень ранние преждевременные роды в сроке 22-27 недель случились только в третьей группе. Там, где применялся и акушерский шов на шейке матки, и применение писария. И радует то, что не было родоразрешений в этом сроке, ни в первой, ни во второй группе. И также ранние преждевременные роды случились в 40 примерно процентах случаев. И более половины – это тот срок, который уже как бы не так настораживает. Это срок 34-36 недель преждевременной роды. Примерно вот 56-60% в первой и во второй группе. При анализе продолжительности родов мы тоже видим закономерный результат. То, что, конечно, женщины с эсмико-цервикальной недостаточностью, у них есть тенденция к стремительным быстрым родам, которые мы, конечно, профилактировали в родах и проводили токолиз и так далее. Но основная масса женщин на продолжительность родов от 6 до 8 часов. Мы проанализировали повреждения шейки матки в родах. И видим, что в группе женщин, которым применялся только писария для лечения, травматические повреждения шейки матки встречались в два раза чаще. Роды осложнились повреждением шейки матки в первой группе первой степени в 11% случаев и встречались, конечно, повреждения второй степени шейки матки, чего не было при родоразрешении в остальных группах. Применение хирургической коррекции или установка писария, конечно, это не единственный метод лечения данных пациентов. Наряду с этим применялись и другие, в том числе применение гистогенов. Конечно, в большом проценте случаев это 80%, и в третьей группе 100% женщин получали наряду с хирургической коррекцией назначение, им назначались гистогены. Сроки, в которых проводился циркляш, это сроки наиболее оптимальные для наложения шва 14-17 недель, 19% случаев в первой группе, и в половине процентах случаев в третьей группе пациентов. В основном большая доля это в сроке 18-22 недели. Вот мы видим, что применение акушерского писария, возможно, в более поздние сроки, это в 23-25 недели, после 25 недель, до 34 недель, что и было применено. Длина шейки матки, при котором принималось решение коррекции истмикоцервикальной недостаточности, это менее 15 мм накладывался шов на шейки матки в 10% случаев и каждой четвертой женщине в третьей группе. И также имело место укорочение шейки матки менее 30 мм, это основная доля, и менее 25 мм. Вот порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии диктует нам, вернее, разрешает нам пользоваться и тот, и другой метод, это и наложение акушерского разгрузочного писария, и, конечно же, хирургическую коррекцию истмикоцервикальной недостаточности. Акушерский писарий можно применять на амбулаторном этапе, однако наложение швана шейки матки, конечно же, требует госпитализации и выполняется в стационарных условиях. Хирургическая коррекция ИЦН требует госпитализации, и среди проанализированных нами случаев среднее количество койко-дней составило 5. Сюда же входит при, когда мы оценивали экономическую составляющую затрат на использование того или иного метода лечения, естественно, учитывалось клиническое обследование, сама операция наложения швана шейки матки, работа всей акушерской гинекологической бригады, токолис, антибиотика, профилактика и внутривенный наркоз. Стандарт оказания гарантированной медицинской помощи в ЛПУ, в нашем ЛПУ медико-экономический стандарт, на 2013 год, для патологии беременности, среди которых мы видим, есть неконцервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи, О-34-3. Средний срок оказания медицинской помощи 10 дней. В соответствии с этим стандартом, просчитали затраты на один случай оказания помощи при патологии беременности, в частности, при истмико-цервикальной недостаточности. Он составил 18 759 рублей. И просчитали мы наши затраты на один из случаев с истмико-цервикальной недостаточности. Это минимальные затраты, то есть это неосложненный случай, это 5 койко-дней, при котором накладывался шов шельки матки, проводился однократно токолис генепралом, антибиотика-профилактика. И затраты на этот случай составили, то есть это минимальные затраты, 5 683 рубля. В то время как установка акушерского писария, сама стоимость 3 290, требуется исследование влагалищного мозга и оценивается работа врача-акушера-гинеколога. И затраты на установление акушерского писария составили 3647 рублей. И, конечно, экономическая составляющая для нас важна, но она для нас не является самой основной, потому что для практического врача, когда у нас есть возможность выбора методов лечения, мы оцениваем все и в первую очередь соблюдаем принципы не навредить пациенту. Поэтому мы, конечно же, учитываем осложнения хирургической любого инвазивного вмешательства они всегда имеют место быть. И самые основные – это травма плодного пузыря, это инфекционно-воспалительное осложнение при хирургической коррекции ЦН, осложнение анестезии, также может быть несостоятельность шва на матке, прорезывание швов, затруднение природоразрешения, разрывы и отрывы даже шейки матки, которые реально встречаются на практике в работе врача-акушера-гинеколога. А осложнение акушерского писария мы и не видим. То есть это безмикробное выделение влагалищной флоры, и это повреждение шейки матки только в том случае, когда акушерский писарий не удаляется вовремя по показаниям. Поэтому оценивая два метода лечения, мы видим, что безопасность акушерского писария намного выше экономической эффективности, его тоже превышает хирургическую коррекцию. Ну и клиническая эффективность, она тоже сравнимая между акушерским писариями швом на шейке матки, если учитывать, что один метод инвазивный и имеет, естественно, за собой осложнение, может понести осложнение, а второй метод более безопасный для пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо.